Радио 54 Ну а почему не рассказать о тех благах, которые есть в селе? У меня эта идея возникла после просмотра огромного количества материалов в ютубе, где я смотрел либо стандартные сюжеты, там построили школу, открыли ферму, либо умирающие села. Ну не так все плохо, как рассказывают на самом деле. А в новосибирской области даже хорошо, надо сказать. Я скажу, что шикарно. Приезжаешь в первую очередь люди, люди, с которыми встречаемся, причем руководители, когда мы приезжаем на какие-то предприятия, либо еще что-то, они говорят, может быть мы с людьми не будем так много общаться, боятся, что люди что-то не то скажут, но на самом деле с людьми с этими общаешься, и они позитивно настроены, проблем куча. Мы им когда говорим, мы приехали снимать веселую программу о благах села. Они сразу, да, прикольно, прикольно, и начинают сразу рассказывать о тех благах, которые есть. И все получается достаточно легко, лаконично и хорошо. Вот мы недавно были, на днях даже сказал бы, приехали в Качковский район, село Жуланка. Нас просто встретили местные жители такой культурной программы с музыкой, с танцами, там выпекали на улицу, людям дарили какие-то подарки, шарики, ну просто в работе мужики. В телевидении приехало, у людей праздник. Нет, мужики на посевной, в основном женщины в селе, мужики пока работают, трудную работу выполняют для того, чтобы мы осенью хлебушек покушали. Так не надо умалять женский труд на селе. Нет, вот в том-то и дело, что им сейчас сложнее, они выполняют всю домашнюю работу, хозяйство, дойка коров и так далее, и мне кажется, еще сложнее, чем мужикам. Потому что в этой же программе, я заранее сейчас расскажу, я ездил на современной сетельной системе, я не знаю, как Кировец, но это американская техника. В общем... Кировец с американской техникой? Нет, я имею в виду, похоже на Кировец, техника. Трактор, да? Да, я сел, я говорю, дайте мне посеять, сою сеяли. Я сел с водителем, я говорю, давайте я седу на ваше место по рулю, он говорит, не надо, я говорю, как не надо. Мы сели вдвоем, он руль так откинул в сторону, GPS включил, и все, и он сам едет. И я еду, мы с ним, ну, полчаса, пока он ехал, свою траекторию заданную, я полчаса с ним разговаривал о жизни, о жизни в селе, в первую очередь, о его эмоциях, где он работает как семья и так далее. Понимаете, я просто ехал, единственное, что я сделал, это в двух местах развернулся, вот единственное, GPS, он настроен, прямо едет, трактор не развернет. А здесь он просто убрал, так что, и, да, мало того, он мне говорит, я говорю, знаете, когда сложная смена, долго приходится сеять, я говорю, так, все, GPS настроил, и могу минут 15, пока полосу ее держит, поспать. Ничего себе, отчаянно. Да, вот такая вот система, поэтому есть, вот, про женский трог, мы вернемся, ну, в общем, классно повеселились, полетали на самолете, подоил корову, покатался на лошади, не буду все рассказывать, смотрите программу «Веселая вселенная» в середине июня. Ну, а те, кто не видел первый выпуск, у нас есть YouTube-канал «Весело в селе», у нас есть Instagram, где мы истории выкладываем, можете заранее уже такие мини-анонсы смотреть, подписываться на наши соцсети и смотреть программу. Первая программа «Промострянский район», где мы и в кинотеатр сходили, и в спа-салон сходили, и коров дайным аппаратом подоили, и на ходе ферми побыли, и на снегоходах покатались, в общем, просто работа в удовольствие. Вот самое сложное в моей работе в данный момент, это когда приезжаешь обратно в город, и вот из всего отснятого материала это огромное количество. Обратно в город, а тут тебе не спай, никто тебя не встречает, давай работай, монтируй давай. Нет, здесь семья и так далее, здесь как бы грех так говорить. Да, это шуточки. И вот самое сложное потом отобрать и самое сладкое выбрать, самое интересное. А когда вот этого сладкого всего много, и нужно вот как-то это все объединить, чтобы уложиться в 20 минут, программа у нас 20 минут, я больше скажу. Не слишком ли мало? Ой, мало совсем, 20 минут. Дальше посмотрим. Я вам больше скажу. Нашу программу увидели в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Пожали, вы, друзья. Нет, мало того, пожали. Мне позвонили, попросили меня номер дать, нашли меня в соцсетях, позвонили с прислужбами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и у нас полчасовой разговор был, там были в восторге, они искали долго, например, блогера, который по стране бы ездил, но никто не берется за эту тему, ни один блогер пока не берется сельскую тему освещать. Сейчас Михаил Дорошенко уведут. Да, получилось так, я новатор, я не уеду, потому что кто-то должен и здесь оставаться, если все уедут в Москву, кто здесь будет работать, не все же должны уезжать в Москву. Конечно, как же, как же я. Да, я себя патриотом назову. И, собственно, мы обсудили ряд программ, которые мне предложили, то есть сказали, наш программ поддержат, мне очень приятно было, что это новый проект, и они, как пример, нас будут переводить по региональным министерствам сельского хозяйства. Это большая ответственность. И будут показывать пример, как нужно освещать, ну, жизнь в селе. То есть все понравилось. Плюс меня пригласили в июле на агроконференцию в Санкт-Петербург и сказали, что, чтобы я... В качестве спикера? Попросили меня выступить вот по поводу освещения. Слушай, вообще гордимся. Да, я на самом деле был очень удивлен, мне очень приятно. И самое главное, что... Ведь самое главное в том, что мы приезжаем туда в село, я с этими людьми общаюсь, все позитивные, все хорошие, все работящие. И несмотря ни на какие проблемы, а проблем много, они живут вот в настоящем, они стремятся вверх. И на позитиве все. Нужно, можно везде найти грязь, ямы, разруху, но нужно быть выше этого. На самом деле, я могу в любое место приехать, как в нашем городе, как в нашем селе, в любой регион, найти ямы, разруху и так далее. Вот на этом сейчас и делается, строится телевидение, приехать, бомбануть, и народ начинает писать, ааа, вот там так плохо. А вы посмотрите, глаза откройте, сколько хорошего. Посмотрите, вот сколько хороших людей, сколько хорошего делается на самом деле. Счастливых людей. Просто привыкли все рейтинг делать себе на плохом. Ну да, да, да. А я решил на хорошем. И получается. И спасибо тебе за это, Михаил. Кстати, как человек, который очень часто бывает в области, с помощью своей программы и своего же проекта что-то новое удалось узнать? Или все, что тебе показывали, это уже я видел, про это я знаю, про это я читал, нет? Нет, я так не согласен. Я вот, например, сейчас был в Качковском районе, меня научили ковать из металла разные штучки. То есть я этого раньше не умел, меня научили пользоваться сварочным аппаратом. Ну это чисто для себя такой прогресс, я узнаю. Есть много историй, которые нам люди рассказывают. Мы, конечно, все не можем им их рассказать. Но много веселых, прекрасных историй рассказывают о жизни тех сел, где они рассказывают историю, какая была. То есть я познаю нашу область с другой стороны, я узнаю много интересного. Те села, которые раньше приезжали со спортивной программой снимать. Я снимал спортивные программы, рубрики или каких-то вещей, я не знал. А сейчас я в эти же села возвращаюсь, и мне рассказывают разные прикольные истории про историю этого села, про тех людей, которые там жили. Вот, например, в Качковском селе, опять же, Жуланке, мы были, общались с культурой. Или там татарин, баянист, такие песни играет. А он неизвестен на всю область, понимаете? Но человек самородок, он просто на ровном месте что не попросит, что сыграет и так далее. Или мы были на пасеке за селом Решеты. Приехали и тоже пчеловод, который много лет в культуре работал, а потом много лет пчеловодством занимался. Тоже достаточно много интересного рассказал, потому что культура, она такая, со спортом объединена. Но моя программа, она все объединяет. Спорт, культуру, работу, людей, общество. И самое главное, мы не показываем там чиновников. Главное показывать тех людей, которые живут в селах, которые работают, которые нас порвают. Как процент на простых людях, да? Да, на простых людях у меня вот две программы, там нет ни глав районов, ни депутатов, никого. Это программа для людей. Нет, если будет, конечно, в наших историях депутаты, главы и так далее, которые какие-то интересные вещи делают. Например, глава Сдвинского района, он играет, выступает за сбору Новосибирской области в городошном спорте. Почему бы эту историю еще раз не сказать? Только с ракурса обычного человека, да? Да, и люди же берут с него пример, берут пример, что глава района спортом занимается, за ним тянутся молодежь, подтягиваются. Поэтому это нормально. И хочется в каждом месте, наверное, остаться. Я не хочу программу политизировать, я хочу ее сделать. Ну, понятно, понятно. Душевная, добрая, потому что от политики тоже люди устают, и хочется вот что-то такое необычное, доброе, позитивное делать. Новосибирск. 106,2 FM.